Я банально сдала анализ крови клинический на профосмотре. Обычный клинический анализ крови. Обратили внимание на работе, сказали, что Таня, что-то у тебя с кровью не очень, нужно пообследоваться. И отправили меня к гематологу. В общем-то, поставили мне этот диагноз достаточно быстро, что у меня МДС – мелодистрофический синдром костного мозга, то есть изменения. У меня это еще в голове совершенно не укладывалось. И когда мне сказали, что вы больны и смертельно больны, что вас после Нового года может быть и не быть, я не была готова прийти и делать пересадку костного мозга, потому что я прекрасно знаю, что через что надо пройти, чтобы сделать пересадку костного мозга. Все равно, чтобы, ну, как бы смертный приговор себе написали, и я пошла вот как бы сделать это. Готовили как в космос, если честно. Я сделала все, что можно было сделать – с ног до головы. Лаборатория ткневого типирования является одной из ключевых лабораторий для выполнения трансплантации костного мозга. Основной задачей которой является поиск совместимого донора для пациентов, имеющих показания к трансплантации костного мозга. Наши методы как первичного, так и подтверждающего типирования требуют достаточно больших финансовых вложений. И бюджетное финансирование нас, естественно, полностью не обеспечивает. Оно занимает очень небольшую долю в общем финансировании. Поэтому в основном все расходы, вся помощь идет от благотворительных фондов. По сути дела, что бы ни случилось с человеком, он может обратиться к нам. Лекарства, оборудование, доноры крови, доноры костного мозга, оплата различных исследований. Важно, чтобы было понятно, что фонд – это не тот, кто берет у кого-то деньги и отдает кому-то деньги. Это организация, принимающая человека со всеми его проблемами, как и есть у него. Лаборатория типирования Института имени Горбачева – это вообще такая наша гордость, потому что это такой немножко космический корабль. Без этой лаборатории, без людей, которые там, без реактивов, которые там, без аппаратуры, без этого всего, просто этой клиники не существовало бы, не существовало бы целого направления. Я человек движения, действия. То есть мне хочется полноценно жить, мне хочется полноценно общаться с людьми, потому что моя болезнь, она, конечно, она меня ограничила в общении с людьми в принципе, потому что любая инфекция, любое какое-то общение – это для меня смертеподобно, грубо говоря. Нужно понимать, что если человек дошел до трансплантации, значит вообще нет других вариантов. И поэтому, конечно, существует лаборатория типирования, и жертвователи, которые поддерживают лабораторию типирования, это люди, которые спасают тех, у кого больше вообще никаких других вариантов лечения и жизни не осталось. Вот это нужно просто очень отчетливо понимать. Таким должна быть нормальная поддержка человека, который заболел раком. И мы понимаем, что она в будущем, наверное, будет, но мы хотим будущее сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok